Валерий Константинович, Вы обещали рассказать жесткую правду про колонновидные яблони. В чем же эта правда заключается? Правда заключается в том, во-первых, что колонновидные яблони, они колонновидны только на бумаге. Подразумевается в теории, что очень короткое расстояние между узлей позволяет яблокам плодоносить якобы так, что они облепливают всю ветку. Будет палка плодоносить? Да, палка. На самом деле происходит следующее. Вот в прошлом году вот это плодоносить. Палка кустица. Дальше она становится голой коренкой и больше нет. Вот это последний год кустица, то есть плодоносить будет. Дальше голая и на самом деле никакой колонны не получается. Вы скажете, а как же фотография? Как у куста жимолости все полуношение уходит на периферию ближе к концам побегов. Все правильно. И вот получается следующее. Сама по себе в этом обман заключается в следующем. Центральный штамп больше одного-двух лет, редко трех. На нем вот эти вот плодушки, так называемое плодовое образование, не плодоносят. Все. Он обязан дать боковую ветку. А боковую ветку мы обязаны отрезать. И получается, когда люди получают посылку колонны, это псевдоколонны. Там я такие видео, друзья выписывали. Вот так все отрезано. Получается голый искорительный штамп. Это вся колонна. Которая никогда плодоносить не будет. Ну почему? У меня там одна есть с рынка. Сейчас покажу. Три яблока. Знаете на какой год? Только держитесь. На восьмой, шестой. На восьмой, девятой. На тринадцатой. А где-то на пятой было два яблока. И она дохла, дохла, дохла. Так вообще, есть ли смысл тогда выращивать в Сибири колоннолинные яблоки? Почему? Сама концепция неправильная. Я уже сказал. Штамп центральных плодоносить один, два, три года. Больше никогда. А боковая ветка запрещено иметь. А боковая ветка это уже не колонна. Поэтому любая колонна в Сибири превращается в карликовую яблоню. Да. Почему скажете, у меня все-таки что-то есть, и она меня кормит? Потому что это карликовая яблоня, а не колонновидная. Во-первых, это карликовая яблоня, полукарлик так назовем. Ну, учитывая, что она бывала у меня на том участке до восьми метров. Все равно полукарлик. А главное-то не это. Итак, появился целый класс так называемых микроклонов. Это палка втыкается в землю, обрастает корнями. Центрального нет, все корни искусственные. Не из посек, а из клеток. Вы знаете, что такое микроклонирование? Да, да. Не о вас учить. А они все, так же как ветки микроклонирования, я считаю, овечки доли негодные. Ни для Сибири, ни даже для Москвы. Вот. Так и корни искусственные из клеток. И что, они далеко не растут, прекращается рост. Делать это специально, чтобы вырос метровый саженец. Ну, полтора метра. И вот когда он вырос, у него морозостойкость откуда будет? От искусственных корней? Исключено. Дальше, если прививать на дичок, пусть искусственными корнями, он якобы даст морозостойкость. Якобы. Вот. На дичок. Откуда у него совместимость будет с культурной? Ну, и обычно они умирают первый, второй, третий год. Я за свою... У меня огромные связи и тысячи писем. В месяц, в год тысячи писем. Я искал что? Первое, колонновидные яблони, вот такие, как у меня. Тут секрет есть, сейчас я вам скажу. Я искал взрослый абрикос, привитый на песчаную вишню, на Бесею. Все ищу. А их продают, так же, как колонны продают, миллионами. Эти крупнейшие питомники продают абрикосы, привитые на вишню. То есть, через год-два-три они исчезают навсегда. До сих пор найти не удалось. То есть, это все для того, чтобы это продавать, но не для того, чтобы это плодоносило. Тогда в чем же секрет здесь? А секрет в том, что он привит и почему он не замерз на Сибирку. Но есть особый класс Сибирок. Не видов конкретного, а та же Сибирка, но корневой отводок. Я Сибирку и семечками размножал, прививал. Видели, мы пусть на фотографии. То есть, это корневой отводок в Сибирке? А корневой отводок, это клон, это часть дерева. Мощная, вегетативная. Это просто нога. Сибирки, взрослое дерево, а рядом пошли. Мы еще подойдем к вишне, к сливе, надеюсь. Там тот же принцип. Вишни, сливы, яблони, они дают отводки. Это один класс. А там, допустим, груши, абрикосы. Другой класс не дают. Как конкретику сейчас давайте. Давайте. Значит, получается так, что я прививаю на корневой отвод, который имеет сдержанный рост. И он позволяет довести, но уже в виде дерева, не в виде палки вот этой. Чтобы хоть что-то получить. Да, хоть что-то получить. Ну и для того, чтобы польза есть не только для меня, я что-то получил покушать. Ну и для людей хотя бы, чтобы отбить у них охоту, верить вот в эти вот. Сказки. От палка облепленная. Причем большинство из них нарисованы, люди отличить не могут. Три яблока. Раз, эти же три яблока, смотрите. Все в фотошопе. Так. Одни же те же игруши. Три игруши так, потом так, потом так. В общем, друзья, фильтруем информацию. Мы для этого и существуем, чтобы вы получали достоверную информацию. В общем, друзья, пропускаем информацию через призму своих знаний. Благодаря тому, что мы рассказываем, либо вы черпаете в специализированной литературе, мы, конечно же, добьемся успеха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok